На сегодняшний день там конкурсное управление, сейчас конкурсный управляющий разберется в ситуации, поймет, это специальный финансист, который поймет процессы, которые там протекали. Несколько муниципальных коммунальных предприятий Канска попали под конкурсное управление. Таким образом их пытаются спасти от банкротства. Почему возникла необходимость в таких кардинальных мерах? Еще 45 лет, до 6-30. Потом 10 минут личное время, подготовка, села и 7 завтра. В Шушенском военкомате курсанты военных училищ России встретились со школьниками и рассказали об особенностях учебы в таких вузах. В Кодинске прошел фестиваль исторической реконструкции «Таежное братство». Гости праздника смогли увидеть предметы Средневековья, рыцарские турниры и познакомиться с традициями того времени. Не лучшие времена сегодня переживает одно из муниципальных учреждений Канска. На грани банкротства находится предприятие текущего содержания и санитарной очистки. Здесь уже введено конкурсное управление. Порядка 200 человек рискуют остаться без работы. Причиной такого положения дел стали огромные долги, которые предприятие накопило за последние годы. Кредиторы требуют от коммунальщиков оплаты 11 миллионов рублей. Многие уже выиграли суды и теперь счета организации арестованы. А началось все с большого денежного кредита, полученного еще в 2011 году. На сегодняшний день там конкурсное управление. Сейчас конкурсный управляющий разберется в ситуации, поймет, это специальный финансист, который поймет процессы, которые там протекали. Все балансовые комиссии, а балансовые комиссии это порядка двух десятков человек, опытных, налоговики. Вы знаете, с налоговой инспекцией присутствующие представители прокуратуры, представители и так далее. Все смотрим отчеты. Несколько планов утверждали по оздоровлению ситуации, но, к сожалению, ничего не происходило. Пытаясь уменьшить расходы предприятия, в прошлом году здесь сократили штат дворников на 18 человек и практически на 50% управленческий аппарат. Списали часть вышедшей из строя техники, но и это не помогло. А во всем руководители винят федеральный закон, который вывел муниципальные заказы на торги. Если раньше, например, очистку дорог или вывоз мусора безоговорочно поручали своему предприятию, то теперь ему приходится бороться за контракт наравне с частными фирмами, а они существенно занижают расценки. Конкурировать на рынке услуг муниципальщикам становится все сложнее. Аналогично сейчас лихорадит еще одно городское предприятие – коммунальное хозяйство, объединяющее гостиницу, общественные бани и прачечные. Работать в убыток невозможно, а масштаба сегодня и реконструкции предприятия как такого муниципального хорошего нет. И поэтому в этой части и в этом году ни одного тендера мы не сумели выиграть. МОП – коммунальное хозяйство в подвешенном состоянии. Его пытаются реанимировать, но уверенности в благополучном исходе дела нет. У предприятия текущего содержания и саночистки еще есть шансы, считают власти. Долг организации составляет 11 миллионов рублей, но есть вероятность изыскать большую часть средств на его погашение, вернув 7 миллионов НДС. Депутаты городского совета инициировали свою собственную проверку финансовой деятельности всех трех муниципальных предприятий. Руководителей заслушают на одном из специальных парламентских заседаний. С 29 по 31 января в Назарове пройдет фестиваль авторской песни памяти Владимира Высоцкого. Он стал уже традиционным и пользуется популярностью не только у жителей Назарова. Для участия в конкурсе приезжают как исполнители из Красноярского края, так и из многих уголков нашей страны и ближнего зарубежья. Основные мероприятия пройдут в культурно-досуговом центре «Юбилейный». Также участники фестиваля дадут несколько выездных концертов в учебных заведениях и на предприятиях города Назарова. Завершится слет 31 января награждением победителей и большим гала-концертом. На юге Красноярского края в селе Малая Минуса на базе действующего детского сада открыли дополнительную группу для 20 дошколят. В течение полугода детский сад был закрыт на капитальный ремонт. Поменяли кровлю, установили пластиковые окна, перестелили полы, пристроили пару помещений, приобрели новую мебель и игрушки. С нетерпением завершения ремонтных работ ждали родители. Сегодня в селе проживает более полутора тысяч человек. Детский сад рассчитан на 80 детей. Таким образом, очередь в детский садик полностью ликвидирована. Местные власти считают, пока существует школа и растет число малышей, село живет. Более того, с запуском дополнительной группы появились новые рабочие места. Обновленный детский сад уже готов принять малышей. Кроме этого, на территории Минусинского района в ближайшее время откроют еще несколько дополнительных групп. Через несколько месяцев завершится капитальный ремонт нового детского сада в селе Селиваниха. У нас через несколько дней открывается вот так же торжественно Тисинский детский сад, в котором то же самое мы в новом обновленном уже здании примем всех ребятишек. Дополнительно там, думаю, что будет даже ясельная группа у нас открыта. В Шушевском военкомате курсанты военных училищ России встретились со школьниками. По инициативе военного комиссариата они раскрыли детали учебы и распорядка дня у студентов в погонах. 6.05 рядка, 2.6.30, потом 10 минут личное время, подготовка, села и 7 завтра. Маргарита Ряполова пока единственная девушка из Шушенского, надевшая военную форму курсанта военной академии воздушно-космической обороны. К учебе в Санкт-Петербурге Рита готовилась заранее. Еще в школе много тренировалась в спортивном зале и на стадионе, потому что знала, без отличной физической подготовки в академию не поступить. Каждое утро зарядкой занималась, там пресс качал, потому что сложно проходить профотбор весь этот. И тренировалась, и бегала, и тесты вот эти по психологии проходили. Что бы ты пожелала тем ребятам, которые хотят поступить в военное учебное заведение? Крепиться, потому что это тяжело. Там и обучаться тяжело, проходить, чтобы поступить тоже тяжело. Главное стараться, хотеть, стремиться. Поступать в военные академии, институты и училища стремятся все больше выпускников наших школ. В 2015 году курсантами стали 11 шушенских парней. География вузов широкая, от Благовещенска до Рязани. Учеба в военном вузе нелегкая, но она того стоит. Об этом рассказывают пришедшим школьникам курсанты, за плечами которых тяжелые, практически армейские будни. Учеба с научными исследованиями и олимпиадами в перемешку с многокилометровыми кроссами, прыжками с парашютом, жестким распорядком дня. Зато специальности у выпускников офицеров самые престижные. Трудоустройство стопроцентное, жилье гарантировано, зарплаты хорошие. Зарплата офицера по выпуску зависит от места прохождения своего службы. Например, если оставаться в Сибири, первичная зарплата у командира взвода будет 50-60 тысяч рублей. В Москве там чуть поменьше. На Кавказе больше, там около 80 тысяч. И в Дальнем Востоке около тоже 80-90 тысяч зарплаты первичного командира взвода. Будущие выпускники увлеченно слушают рассказы старших товарищей. Трудности их, судя по всему, не пугают. Для многих из них военная профессия – это семейная традиция. У меня папа в военной части задействован. То есть он служил в морских войсках, а сейчас в полиции работает. И по маминой линии у деда все были военные. Очень хочется поступить туда, то есть продолжить династию. Мой дядя, он военный человек, прошел две чеченские кампании. У меня один брат военный, я служит в Чечне, второй брат МЧС. Ну я считаю, это очень, это почетная профессия. Это воистину мужская работа, она не для слабых, только для сильных. Защищать Родину – это великая честь. В Кудинске прошел первый в городе фестиваль под названием «Таежное братство» в районном Доме культуры. Все пришедшие сразу же погружались в атмосферу средних веков. Прямо в фойе их встречала выставка экспонатов местного историко-этнографического музея. А уже в самом зале – прилавки ремесленников со всей Сибири. Современные умельцы не хуже предков обращаются с металлом, кожей и деревом. Кстати, желающие могли попробовать собственными руками из стальных колец сплести настоящую кольчугу или неповторимый браслет из кожи. А какая кожа используется? В данном случае это керэ, скрупно-рогатый скот. Свинина не используется, потому что тянется очень сильно. Ременная кожа. В данном случае лакирована. Многие изделия, как и костюмы участников фестиваля, выполнены с точным сохранением канонов. Например, гости из Новосибирска воспроизвели реконструкцию времен Новгородской Руси XIII века. В ремесленной мастерской мы сами являемся клубом исторического отставания. Приехали в гости помочь, скажем так, друзьям. Привезли направление именно кожевного дела. Дарья Казакова приехала на фестиваль из Омска. Девушка привезла свои украшения из различных природных материалов. Это и оплетенные камни, и подвески, и серьги, и короны горных королей. Дарья пробует создавать в разных стилях. Под старину, стимпанк, этника, декоративная алхимия и вайр-врап. В самом деле материалы добываются буквально везде. То есть я езжу по городам, где-то что-то вижу, сгребаю. По принципу пригодится. Особенно это касается камней. Иногда что-то выписываю в интернете. То есть интернет – это довольно-таки хороший источник материала. Много зрителей собрала около себя мини-кузня Александра Шатыгина из Красноярска. На глазах изумленных зрителей Александр из металла при помощи огня и молота создал заколку-фибулу. А также демонстрировал достоинства кованых ножей. Стилизация под новгородский хуз бытовой нож – это 9-10 век нашей эры. Если бы не было вот такого вот спуска с другой стороны, выведенного на леншлифовальном станке, то это был бы очень даже историчный нож. Ну, единственное, что этот уже нож с хорошей стали, слигированный. Он не ржавеет, ему не страшно вообще ничего. Не окисляется, ничего. Строгает железяки. То есть вот тогдашние ножи так вот не умели. Ну, за исключением всего этого, как бы он достаточно историчный. Участники Кудинского клуба исторической реконструкции и фехтования «Гордар» по случаю фестиваля сшили наряды. Девушки – платья по образцу тех, какие носили в северных племенах славян-новгородских земель в 12-13 веке. Самый зрелищный этап фестиваля. Это, конечно, бои на ресталище. Воины, облаченные в стальные доспехи, вооружившись настоящими стальными клинками романского типа, выходят в зал. Им предстоит битва в два раунда с минутным перерывом. Победитель определяется подсчетом очков. Попадание по счету не засчитывается. За каждое попадание по противнику начисляется балл. За попадание в голову – два балла. К концу поединка за сценой подготовились к выходу участницы клуба, готовые продемонстрировать свое мастерство владения оружием. Организаторы фестиваля старались познакомить всех гостей с ремеслами и искусством реконструкции. Сами продемонстрировали, что такое артистическое и историческое фехтование и даже предоставили всем желающим возможность попробовать свои силы на ресталище. Надеемся, что сейчас, когда люди все-таки увидели, что фехтование – это не только девчонки, которые бегают с катанами, с бакенами, с тренировочными по городу. Это еще и действительно очень суровый спорт, когда мужики закованы в тяжелейшие доспехи, тяжелыми настоящими железными мячами, с щитами пытаются друг друга побороть. Следующий фестиваль «Клуб Гордар» планирует провести уже в середине июля под открытым небом. Они уверены, для кодинцев это станет самым запоминающимся событием лета.